В последние месяцы против нас неоднократно совершались военные провокации. На территории одного только Лачинского района было размещено более 1400 новых мин. Причем эти мины были заложены в 2021 году, то есть после войны. Это открытые террористические действия против Азербайджана. После войны более 240 граждан Азербайджана погибли или получили тяжелые ранения в результате разрыва мин. То есть война против нас продолжается, гибнут наши граждане. Можем ли мы допустить такое? Никогда. Армяне, заявляющие о принадлежности им Зангизура, при этом как бы забыли провести пограничную линию, считающуюся одним из основных символов независимости. Видимо, считали, что некогда оккупированные ими Карабах и Зангизур навечно будут принадлежать им. Однако азербайджанская армия окончательно перечеркнула эти фантазии. Несмотря на это, одержанная в Отечественной войне победа не послужила уроком для военно-политического руководства Армении. Они со своим реваншистским мышлением вновь прибегли к провокациям. Мы неоднократно предупреждали Армению, чтобы она отказалась от этих грязных деяний, иначе пожалеет. В итоге, при совершении 13 сентября очередной провокации против нас, азербайджанская армия ответила и вновь дала отпор врагу. Надеюсь, что, наконец, это послужит им уроком, так как они убедились в том, что никто и ничто не остановит нас. Нас не остановит ничем это ни было звонок, никакое заявление, никакая инициатива. Мы находимся на своей земле, и защищаем мы. После последнего фиаско армянские власти вновь прибегли к мольбам. Они призывали международные организации США, Францию и Россию оказать давление на Азербайджан, который якобы нарушил государственные границы Армении. Конечно, этот факт был просчитан заранее. Дальновидная политика президента Азербайджана, как на поле боя, уложила Армении на обе лопатки и на дипломатической арене. Если Армения пытается обвинить нас в том, что мы вторглись на их территорию, то это лишено всяких оснований. Во-первых, если граница находилась там, где они говорят, то проложили бы границу, создали бы пограничные линии, коммуникации, провели бы инженерные работы. Они считали, что весь Карабах и Зангизур останутся у них. Именно поэтому они не проделали никакой работы на Азербайджан-армянской границе. То есть без проведения делимитации нашей границы никто не сможет сказать, откуда она проходит. Вновь хочу сказать, что мы готовы к обсуждениям и ответственно подходим к работе комиссии по делимитации Азербайджана-армянских комиссий. Собрали все карты. Хочу еще раз сказать, что у нас имеются все карты, в том числе относящиеся к 19-20 векам, к предыдущему периоду. Эти карты открыто свидетельствуют о том, кто на какой земле размещается. Поэтому без проведения делимитации никто не может обвинить нас. В итоге Азербайджан еще больше укрепил свои позиции на границе. Выгодные позиции от вершины Муров до реки Арас перешли под контроль нашей армии. Все значимые коммуникационные линии находятся под визуальным контролем азербайджанских вооруженных сил. Обретенное военное и географическое превосходство позволяют уничтожить любую цель и армию, представляющую угрозу для земель Азербайджана. Сабир Билалов, Сабина Алиева, Новости АСТВ.